Девушки отдыхают... Серега! Краснов! Посмотри на меня! Серега! Серега! Ну, как ты тут? Моргни, дай знать! Вызывайте скорую срочно! Ну, что встали! Не шевелись! Не шевелись! Мы тебя сейчас вытащим! Пошло оно все к чертям собачьим! Мне бы только выспаться! Мне бы только... Пора достанем ублюдка! Без ордера, без санкций! Серега! Уйдет! На этот раз навсегда пора! Двенадцатый! Захват! Пошли, 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 пошли! Прощайте, погоны! Ах! Поможем! Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Пошел! Пошел! Вперед! Руки! Руки, мать твою, руки! Я уже никуда не бегу, я уже руки поднял. Капитан, а у тебя на меня ничего нету. Через два часа меня выпустят, а тебе по тыквину стучат за то, что меня безордерно арест взял. Ага, и ты опять будешь бегать за мной с высунутым языком, как собака. Это точно. Смешно тебе, да? Ага, арестовуй меня, арестовуй! Я уже ужинать буду, а мой адвокат тебя набяли, ну! Но это бабушка надвое сказала. Держи. Что, слабо пристрелили капитан милицию, а, Мирошкин? Спишь и видишь это тогда. Способен только детей насиловать с мужком, разобраться не можешь, паскуда. Нет, капитан, этим ты меня не купишь! Я так и знал. Трусы мразь. Масть петушиная. Выродок сучий. Сомов, запротоколируйте. Снимите пальцы с ствола, сфотографируйте, выполняйте. Понял. Что? Ничего. Ловко-то его. Берем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все видел. Я знаю, ты видел, что я застрелил убийцу и насильника. Зато теперь большая часть населения страны будет спокойной со своих детей, отправляя их на улицу. Так ведь, Леха? У каждого человека должен быть шанс на оправдание. А, вот как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты хочешь этим сказать? Ничего более того, что было сказано, товарищ подполковник. Убит человек при незаконном задержании. Убит преступник, оказавший вооруженное сопротивление. Все были в штатском. Ордера никто не предъявлял. Сожительница Мирошкина утверждает, что он принял ваше хархарство за бандитов. И абсолютно точно никакого пистолета у него не было. Моя группа посла его целый год. Он натворил столько, что хватило бы на три пожизненных срока, и каждый раз он ускользал отсюда. Так что ребенку ясно, кто такой этот Мирошкин. Приказ начальника управления об отстранении от всех дел капитана Краснова до выяснения обстоятельств незаконного задержания и смерти Мирошкина. Капитан Краснов, сдайте оружие. Вы отстраняетесь от расследований на неопределенный срок. Замечательно. Именно такого поощрения я ожидал от непосредственного начальства. Все. Детали обсудим позже. Постарался. Рад, небось, Минков. Светит повышение по службе. Глупо, капитан, глупо. Думай над словами, прежде чем говорить. Все. Все свободны. До встречи, капитан Краснов. Я на минутку. Дурак! За моей спиной, как ты мог, не предупредив? Что, Богом себя возомнил? Рапорт на стол. Удостоверение сдать. Как сдать удостоверение? И благодари Бога, если все закончится только вот этим. Товарищ подполковник. Прекратить разговоры. Рапорт завтра утром. А потом на допрос к начальнику службы собственной безопасности. Я не собираюсь участвовать в этой клоунаде. Это ты закон называешь клоунадой? Вы меня поняли, что я имею в виду, товарищ подполковник. Рапорта не будет, я увольняюсь. Серега? При всем уважении. Дважды дурак! Серега! Впрочем, как знаешь, плакать не будем. Ну, ты что хотел? Я тебя не сдавал. Я был на допросе, но тебя я не сдавал. Я знаю. Ну, они дают на меня, они говорят, что я с тобой в сговоре и прикрываю тебя. Да это теперь уже не важно. Слушай, Серега, не дури. Ну, ты же сам прекрасно знаешь, что творится в стенах Петровки. Уходи теперь оттуда из-за этого. Я тушачил 15 лет. А теперь внутренняя служба все повесит на меня. Все просчеты и ложу от дела. Да чушь ты говоришь, чушь. У тебя раскрытых дел больше, чем у всего отдела. Да-да-да-да-да, я хороший сыщик. Но ты вспомни, сколько дел я проводил так, без обязательных протоколов и прочей писанины. Только чутьем и рытьем земли. Этого ублюдка мы велись только что забыли, как и когда мы документировали наши действия. А теперь от Минков с своим расследованием. А внутреннему отделу нужен только повод. Начнут копать под меня, вытаскивать всю грязь за век, не отмойсь. У Максимова, так чтобы ты знал, двигают начальника управления. И ему вступаться за меня нет никакого резона. Ему светит с мэром завтракать. И он эту перспективу не променяет на мою репутацию. Не, единственный выход для меня – валить из органов. Слушай, Серега, не пари горячку, а? А ты не суйся, Леха. А то что доброго начнут тебя щипать за яйца, а у тебя семья. Что-нибудь выбрали? Что больше? Нет аппетита. Бывай здоров. Серега. Слушай. Наконец-то. О чем дело говори? Два пункта. Тут к вам пришли и ждут уже час. В кои-то веки события. Будете? Через полчаса дальше. Из банка уведомления о штрафных санкциях в связи с просрочкой выплаты по кредитам. Сумма. Не смешная. Второй уже. Принес судоисполнитель, грозился описать имущество. Я разберусь. Скоро буду развлекать клиента. Нет уж, сами развлекайте. Это дама, босс. Дама? Ладно, еду. Что? Что? Извините, пробки. Понимаю. Через минуту, если позволите. Ради бога. Еще минуту, я потерплю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот тут справа босс. Спасибо. Всегда пожалуйста. Да не волнуйтесь вы, босс. По-моему, обыкновенная психичка. Босс. Зави. Есть посс. Босс. 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 Внимание. Прошу вас. Итак… Не знаю, с чего начать. Если вы не против, я заполню вашу анкету. Точное имя, фамилия, год рождения и… Фрейн Анна. Только я вас очень прошу, никаких записей и протоколов. Боюсь, мое дело строго конфиденциальное и личное. Оно, на первый взгляд, может показаться странным. Ну что ж, рассказывайте, Анна… Просто Анна, прошу вас. Слушаю вас внимательно. Прошлой зимой я отдыхала с мужем в Куршавелле. Но это горный курорт. Я в курсе. Катались на горных лыжах. Муж сказал, что я упала и ударилась головой о пластиковое ограждение трассы. Обследование врачей показало небольшое сотрясение мозга. Но позже я стала замечать, что я не всегда помню, что происходило со мной накануне или ранее. В общем, частичные потери памяти. То есть? То есть, утром я не все помню, что со мной происходило накануне. Но чем же я мог вам помочь? Я юрист в некотором смысле, а не психиатр. Да слушайте меня, пожалуйста. Мой врач, помимо медикаментозного лечения, предложил новый способ восстановления памяти. Механический метод воспоминания. А именно? Он предложил, необходимо, чтобы кто-нибудь снимал мой день на видеокамеру, а на следующий день показывал отснятый материал. По его мнению, это поможет восстановить память. Почему вы ко мне обратились? Я не совсем... Это должен быть компетентный человек, ответственный и представляющий закон в некотором смысле, чтобы соблюсти все меры конфиденциальности. Вы меня понимаете? Пытаюсь, поверьте. Мой муж весьма заметный человек. Мне бы не хотелось предавать огласке семейной проблемы. Значит, потеря памяти. Вот заключение моего врача. Итак, вы хотите, чтобы я ходил за вами и весь день вас снимал? Правильно я понял? Да. И день, и вечер. И на следующий день я буду отсматривать отснятый материал. Это сложно. Странно, по крайней мере. Согласитесь, что в основном просят снимать кого-либо. Я понимаю. Но я собираюсь платить вам за эту работу тысячу евро в день. За каждый день. Исходные материалы за отдельный счет. Вас это устраивает? Да. Но я никогда этим не занимался. Можно, конечно, попробовать. Я прошу прощения, но у меня не очень много времени. Я согласен. Отлично. Вот по этому адресу. Каждое утро я буду ждать отснятый материал. Копии строго не делать. Понимаете? Конечно. Одна деталь. Что мне не снимать? Снимать надо все. И во время слежки в контакт со мной не вступать. Ни в коем случае. Постараюсь оправдать ваше доверие. Постарайтесь. Если возникнут текущие расходы, не стесняйтесь. Мой день начинается с полудня. Насколько я помню. Провожать меня не надо. И прошу вас. О нашем разговоре никто не должен знать. Вы обратились к профессионалу? Я надеюсь. Всего доброго. Провожи. Все в порядке, Сергей Юрьевич? Возьми этот бланк медзаключения. Позвони и проверь достоверность. Это закрытая информация. Придумай что-нибудь, это важно. Попробую. А что-то не так? Как сказать, странно. Чем только не приходится заниматься. Но деньги у нас теперь есть. Возьмите, оплати по кредиту. И мое жалование? Конечно, и твое жалование. Поехали. И весь день вас снимал. Правильно я понял? Да. Да, Таня. Есть подтверждение. Профессор, некто Кудрявцев Анатолий, врач-психотерапевт. Заключение выдано им на имя Анны Михайловны Фрейн. Дата и печать соответствуют клиникам медсервис на авиамоторной. Спасибо, ты свободна сегодня. Спасибо и вам, босс. До завтра. Я позвоню. Обещайте. Ну, я помню. Никогда не подниматься. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ИНТРИГУЮЩЕРА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВОЗ, это я? Да, Тань. Два пункта. Первый – клиентка замужем за Германом Фрейном, владельцем контрольного пакета Траннефти, президента корпорации Адель. Женат на Ане два года, Анна бездетна. Прошлое невнятно, ну что типа актриса, модель, неинтересно. Также второе – замужество, нынешний муж большой политики, спонсор губернаторов, но ничего криминального за ним. Популярен в желтой прессе, сами понимаете, богат как рез, олигарх, счета за бугром, офисы и представительства в США. Дальше. Второй пункт. Звонил Фомин, просил перезвонить ему, напомнил, что лицензию на ваше личное оружие нужно продлить на следующей неделе. Больше ничего? Все. Распечатай мне информацию по Герману Фрейну, подшеив досье и положи мне на стол, я позже заберу, все. Есть босс. До связи. И перестань называть меня боссом. Хорошо, босс. Босс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так-так-так, а где же Герман? Германа-то нет. Такую жену пасти надо, господин Рогоносец. Что, Таня? Вас сегодня не ждать, босс? Сегодня же нет. До сих пор, но у вас на столе. Твитанция оплаты кредита там же. Перезвоните Фомину, он оборвал телефон. Я вашу мобильную не дала. Кстати, он спрашивал, зачем вы делали запрос о Германе Фрейне в отделе оперинформации. В службе безопасности стукнули, что вырылись на сайте. Черт, об этом я не подумал. Что ты ему сказала? Прикинулась веником. Можно вопрос? Давай только короче. А у меня есть шанс пригласить вас на свой день рождения? В следующую субботу, скажем. Живем-увидим. Так что хотел Фомин? Я не поняла. Мне кажется, он был чем-то беспокоен. Пока, босс. Пока. А, вот и вы, голубчики. Ясно. Значит, едем домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Декоратор? Частный детектив. Краснов Сергей. Слушаю вас, Краснов Сергей. Я подвез видеоматериалы, как мы и договаривались, полдень. Какой материал? Анна Михайловна, недалее чем вчера вы в 12.30 посетили собственной персоной мой офис на Имского поля и наняли меня для видеослежения за вами в целях профилактики восстановления памяти. Вспомнили? Кто это? Я что, в прямом эфире? Нет, я детектив. Я привез видеофайлы о прошедших сутках. Молодой человек, я никого ни на что не нанимала. Проспитесь. Черт, об этом я не подумал. Нет, так не бывает. Третий прокол за сутки. Серега, это Фомин. Возьми трубку. Тебя пасет СБ. Будь осторожен. Перезвони. Босс, доброе утро. Жив? Чуть позже додену. Слегка занят. Перезвоню. Я беспокоюсь. Не сейчас, пока. Но опять звонил Фомин, босс. Просил... Черт, тебя возьми. Слушаю. Анна Михайловна, вы меня слышите? Алло? Алло? Кто это? Частный детектив Сергей Краснов. Номер лицензии 237012. Вы вчера в моем офисе наняли меня, заплатили аванс. Я могу это доказать буквально. Докажите. У меня сейчас в руках DVD с записью нашей первой беседы в моем кабинете. Вам хотя бы любопытно? А где вы находитесь? Недалеко от вашего дома. Хорошо, ждите. Жду. Ваня! Поаккуратнее, быки, аппаратуру не ломайте. И вообще лучше бы вам меня не злить. А то что будет? Убьешь, что ли? Ну, убить не убью, но больно сделаю точно. Ну, будем считать, что испугал. Ну, все, быки, сами напросились. Прошу прощения. Стойте там. Не шагу ближе. Сергей Краснов. А вы на стырной. Что вам, собственно, угодно? Мне угодно? Черт, ладно. Здесь диск в камере. Я включу просмотр, поставлю сюда. И отойду на несколько шагов назад. И день, и вечер. И на следующий день я буду отсматривать. Отснятый материал. Это сложно? О, господи. О, господи. Ну, конечно. Я вспомнила. Ну, точно. Это же были вы. Смотрите, а профессор оказался прав, это работает. Надо заметить, со скрипом. Ну, ладно, перестаньте злиться. Простите меня, людей моих простите. Там с ними, кстати, все в порядке? Оклемаются. А вот, кстати, и они. Так, все-все-все-все-все. Оставьте нас. Немедленно. Вы пьете что-нибудь? Нет, спасибо. Еще есть работа. Здесь весь ваш вчерашний день и отчасти вечер. Вечер. Интересно. Ну, и сколько я вам за это плачу? Тысяча евро. Здесь немного больше компенсации за этот идиотизм. Сегодня я буду смотреть диски, так что сделайте себе выходной. А завтра с утра продолжим. Простите, можно я оставлю ваш диск с нашей первой беседой? Хотелось бы избежать недоразумений в следующий раз. Да, разумеется. Копию сделайте, оригинал сберу завтра. До встречи. Спасибо. Вот это запомните? Продлини разрешение на оружие. Почта здесь. Фомин звонил. Черт, совсем забыл. Что-то не так? Зеркало себя видели? Надо выспаться. А она вас увлекла. Аж глаза блестят. Не нравится мне эта ваша Фрейн. Вы третий день сам не свой. Пойду высплюсь. Ты молодец. Я бы тебя поцеловал. Правда? Ну, третий сутки без душа. Действительно. Тогда не стоит. Будет что-то срочно, я на телефоне. Звони. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА